Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Юлия Тадеуш. И сегодня будем говорить о розах. О том, какие весенние работы предстоят нам в саду. Сейчас мая месяц, начало мая, и самая активная такая пора рабочая в саду. Вообще, в начале сезона, что мы делаем в принципе с розами? Ну, мы уже их, понятно, раскрыли к маю месяцу. Сейчас мы их обрабатываем, сейчас мы убираем сорняки, пропалываем. Сейчас мы их подкармливаем и обрабатываем профилактически от болезней и вредителей. Ну и обрезка. Конечно, у меня уже, в принципе, обрезка практически завершена в саду. Но сейчас возникают и видны какие-то проблемы, которые потянула за собой вот такая странная погода, которая была у нас этой зимой. И в начале весны, если, ну, как бы мы все знаем, что очень теплая была зима практически, у нас без снега. Розы, на самом деле, перезимовали хорошо, и это плюс. Но дальнейшее в начало теплое очень спровоцировало активный рост раньше времени побегов. И даже было у меня такое, что листики разворачивались в начале апреля, когда вообще это, в принципе, такого не бывает. И потом стало резко похолодало, и пришли заморозки. И что в результате произошло? Ну, во-первых, появилось очень большое количество на верхушках побегов, которые раньше всего стартанули. Они всегда стартуют быстрее всего, именно вверх побегов. Появились слепые побеги, так называемые, из-за заморозков. И сейчас, начало мая, самое время, когда мы можем с легкостью их обрезать, и кусты в итоге проснутся спящие почки, которые будут хорошо развиваться, и куст успеет еще нарасти и хорошо у нас процвести. Кроме того, я сейчас покажу, что мы будем делать с инфекционным ожогом. В какой-то степени, в небольшой он все-таки присутствует. Я могу сказать, что вот по этому кусту мы посмотрим. На самом деле, вообще, я уже говорила о том, что инфекционный ожог я обрезаю далеко не всегда сразу полностью, если я вижу какое-то присутствие. Дело все в том, что все равно верхушки побегов могут развиваться. Но сейчас я вижу, что у меня, в принципе, есть еще что обрезать. И я могу вот эти вот старые инфекционные ожоги, которые в прошлом году даже свел на этих побегах, как мы видим, потому что вот обрезанное то, что свело. Мы можем сейчас резануть в начале весны. Они уже подкормлены еще на прошлой неделе азотом. И в итоге мы этим стимулируем рост вот внизу, где у нас нет инфекционного ожога. Заодно мы немного омолодим эту розу, потому что куст этот, ну, не такой уж и молодой. А сейчас я вам покажу вот то, что я говорила по поводу слепых побегов, как их определить. Вот, видите, вот эти вот самые... Мы вот видим, как на кустике, верхушечки вот уже в таком состоянии раскрыты. А внизу еще вот почки только начинают просыпаться. И вот так вот выглядит... Вот сейчас мы заглянем вовнутрь, мы увидим, что серединка вымерзла во время заморозков. И там внутри ничего на самом деле нет. То есть нет никакой точки роста. Вот я ее могу даже для вас распотрошить, поскольку я все равно обрезаю. Мы увидим, что там вот внутри пустота. И сейчас это все мы обрежем. Заодно мы обрежем вот этот вот инфекционный ожог, который здесь присутствует. И обрежем достаточно вот здесь нам вот так обрезать. Потом посмотрим вот на этот побег. Конечно, ну, почки тут развиваются достаточно активно, но я не боюсь. Я знаю, что если я резану вот эту часть, которая уже, в принципе, ну, со старым инфекционным ожогом свое отработала, то за вот эту вот весну еще впереди, за май месяц, успеет она вполне отрасти. Плюс этим мы простимулируем рост новых побегов снизу. То есть от того, что мы ее обрежем. Немного не тот, который взяла. Толстоватая ветка. Вот мы обрезали. Мы заодно омолодили. Здесь я тоже еще посмотрю и резану. Сейчас смотрим на побег. Вот я его укоротила здесь и заодно оборвала лишние почки. Видите, как букетом и какими растут. Вот я вижу, что верхушечка тоже, в принципе, подмерзла. Даже уже начала расти новая почечка, на самом деле, там четвертая. Но я не хочу, в принципе, я вот сейчас вот вообще его резану. Для того, чтобы вот хорошо развивались у нас вот эти вот нижние почечки. Они были нормальные. И я хочу срезать и омолодить и вот этот побег, который тоже уже свое, я считаю, отработал. Это я делаю достаточно смело, несмотря на то, что вот, в принципе, неплохие побеги. Но сейчас то время, когда оно успеет еще отрасти. И заодно я куст омолаживаю. Вот. Вот так мы его обрезали достаточно коротко. Вообще, это флорибун, да? Для нее такая обрезка нормальна. И, наоборот, розе станет лучше. После того, как я вот эту процедуру сделала, я еще раз подкормлю эту розу азотным удобрением. То есть можно взять просто карбамид, мочевину и подкормить розу. Плюс, как бы, конечно же, надо вот прорыхлить. Они у меня ждут прорыхлены, но как бы вот. И можно еще дополнительно для стимуляции роста почек внизу пролить эту розу раствором с янтарной кислотой. Это тоже, в принципе, хорошо очень сработает. Янтарная кислота, она благоприятно действует вообще на рост новых побегов, на пострадавшие всякие розы, которые мы можем тоже полить, если они плохо перезимовали после зимы. Ну, у меня, как бы, в принципе, особо таких погибших роз, даже не особо вообще в погибших роз нет. Поэтому я вот янтарную кислоту не поливала. Но если у вас есть такие проблемы, то вы можете обрезать розу коротко, то есть еще короче, разрыхлить. Возможно, даже, но с условием полива, немного освободить место прививки и пролить вот янтарной кислотой и обратно рыхлым грунтом замульчировать. Я вам уже рассказывала по поводу удобрений, по поводу самого простого удобрения азотного. Но иногда я использую еще удобрения длительного действия. Засыпаю под розы обычно, ну, поскольку это у меня, роз у меня много, удобрение это достаточно дорогое. Я покупаю и подсыпаю под какие-то особенно любимые кусты, делаю им дополнительную такую подкормку. Это вот удобрения, которые будут действовать в течение всего сезона. Они бывают разных фирм. Вот у меня вот такая вот, это я привезла себе. Ну, по поводу удобрений органических. Сейчас как раз тоже самое время замульчировать все наши, после уже того, как мы дадим розам, минеральные удобрения. Нужно использовать органику. И у меня это чаще всего куриный настой, либо там перепревшие очень сильно у меня есть, хранятся в пакетах куриный навоз, который, куриный помет, который уже стоит по года три. Я, в принципе, могу им даже замульчировать вокруг кустов, потому что он уже достаточно хорошо, ну, как бы перепрел и не такой ядовитый. Очень хорошо использовать конские. Единственное, что надо следить, конечно, чтобы в конском навозе не было, вы не принесли себе какой-нибудь сюрприз в виде личинок, медведки. Потому что я знаю, такие случаи бывают. Поэтому проверяйте, конечно, внимательно, что вы покупаете у поставщиков, какой вы навоз берете, чтобы там не было личинок, вредителей таких страшных, которые потом не вывезти. Вот. Ну, и, конечно же, вот такой вот совет сейчас, когда такая у нас, у нас было мало снега, у нас очень сухая была весна. Вот буквально только сейчас начали дожди и, как бы, хоть немного смочили, наконец все стало вот зеленое. Потому что мы знаем, что после весенних дождей только начинает все так активно расти. Мы все-таки должны помочь в этом году своим растениям и уже дополнительно, как бы, весной пролить обязательно розы после того, как мы их подкармливаем азотным удобрением. И после того, как вот вы мульчируете органикой. Это будет сейчас растениям очень полезно. Ну, конечно же, сейчас самое время защитить наши розы от вредителей и болезней. Я могу сказать, что зима, ну, опять же, мягкая. Соответственно, перезимовало очень большое количество вредителей. Тля уже появилась. Я видела даже на... Листиков еще не было на розах. Вот прошлые выходные я с проклюнувшейся почки уже снимала тлю. То есть вредитель уже пошел. Поэтому, в принципе, есть смысл уже сейчас. Погода стоит теплая, хорошая. Поэтому мы можем сейчас обрабатывать спокойно химическими препаратами, не задумываясь о том, какая температура стоит тепло. Поэтому мы можем вполне сделать какую-то баковую смесь препаратами, которые вы привыкли обрабатывать. Я для первой обработки буду использовать... Вот у меня есть фалькон, бутылочка. Я добавляю немного вот рапсола. Кроме того, что он сам вот как раз-таки уничтожает и вообще тут вот ягодные, овощные вредители и цветочные вредители. То есть для тли хорошо работает. Кроме того, он способствует смачиванию, хорошему прилипанию препарата. И я добавлю от вредителей Актору. Актора системного действия. Поэтому по развернутым листикам ей даже можно, в принципе, если у вас рост немного, очень эффективно работает пролив под корень Акторы. Потому что Актора, ну, дорогой препарат. И кто может себе позволить, для чего это надо. Сейчас самое время начала роста молодых побегов. И мы знаем, что есть такой вредитель, розанный пилищик, который повреждает именно их. И это очень часто разоводам бывает обидно, потому что мы все эти ждем молодые побеги, которые растут из земли. И вот именно этот процесс, вот пролив под корень, а не обработка поверху, она лучше всего защищает все-таки от розанного пилищика нисходящего. Вот, поэтому Актору можно даже проливать грунт. Но можно добавить и в баковую смесь, и обработать поверху. Он как системник впитается в почки, в листья. И будет действовать, ну, дней 30 от нашей тли, которая уже скоро появится вот-вот и начала появляться. Вот, у меня, кроме этого, вот здесь есть препарат Ордан. Это тем, кто фалькон совсем не нашел, в принципе, можно весной обработать и им, вот этим вот препаратом. Это мы обработали профилактически от болезней и вредителей. И, ну, это нельзя использовать там одновременно. Но здесь у меня есть еще циркон. Я вот вам говорила про янтарную кислоту, которая помогает розам в росту новых почек, выходу после тяжелой зимовки. И, кроме этого, еще можно использовать циркон, проливать тоже под корень. Это тоже будет стимулировать и образованию новых корней. Хорошо работать, в принципе, для того, чтобы розы просыпались получше после тяжелой зимы. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал Процветок. До новых встреч! До новых встреч!